ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Москве, Питере, а также в Екатеринбурге собираются провести дорожный эксперимент. Цель уменьшить заторы на перекрёстках. Суть в том, чтобы при горящей дополнительной секции светофора разрешить водителям двигаться направо, а пешеходам пересекать проезжую часть. Те, кто за рулём, разумеется, обязаны будут пропускать спеших граждан. Идея принадлежит некой ассоциации транспортных инженеров. На неё успели отреагировать в ГИБДД, и реакция эта отрицательная. Один из руководителей ведомства напомнил, что у нас огромное число наездов на пешеходов происходит как раз при повороте авто направо. Есть ощущение, что 22-й год всё-таки принесёт снижение нештрафуемого порога превышения скорости. И хорошо, если он снизится с 20 до 10 километров в час, а то могут и вовсе отменить. На уменьшении очень настаивают московские власти. Они постоянно напоминают об этом федеральному правительству. По заверению столичных чиновников, снижение порога повлечёт за собой уменьшение числа ДТП более чем на треть. Смертность упадёт якобы в 3-4 раза. ТРАССА СТООДИН Не только телефонные мошенники изобретают новые легенды для развода, но и автомобильные. Как поделились в одной из страховых компаний, в последнее время всё чаще используется такой способ. Злоумышленники находят старый недорогой автомобиль и подставляют его под машины жертв. Как правило, это происходит вдалеке от оживлённых магистралей, где много камер видеонаблюдения и велик риск устроить ДТП с тяжёлыми последствиями. По словам страховщиков, есть подставные авто, которые попадают в аварии по несколько десятков раз за год. ТРАССА СТООДИН Люди хотят купить новую машину, но в наличии их нет. Ждите. Полгода, год и даже больше. Таковы реалии. Дошло до того, информирует издание «За рулём», что россияне стали продавать места в очереди за свежими машинами. Цены якобы варьируются от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от марки и модели. Добавлю, по официальным данным, стоимость новых авто в этом году повысилась на 20%. Средний ценник сейчас находится в районе двух миллионов рублей. ТРАССА СТООДИН А Kia Sportage следующего пятого поколения начнут продавать в нашей стране в первой половине 2022 года. Кроссовер будет стоить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей. Сейчас цены стартуют с отметки почти 2 миллиона. В начальной комплектации «Комфорт» машина будет оснащена 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 2 литра и 6-ступенчатым автоматом. Среди опций двухзонный климат-контроль, дополнительный электроотопитель салона, подогрев форсунок омывателя, светодиодные фары, камера заднего вида. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТООДИН ТРАССА СТООДИН